МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа новости 24 продолжит эфир телеканала ННТ в студии Хэдди Жакурбенова. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Каким будет самый древний город России? Компании из 30 стран мира заявились на конкурс по созданию мастер-плана Дзербента. Царский, ферганский, самаркандский. Эти и другие виды плова смогли попробовать жители города Дзербент. Там накануне прошел фестиваль плова. 220 боксеров из 22 стран. В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева стартовал 21-й по счету международный турнир по боксу. Сегодня стало известно о том, что ректор ДГУ Муртазали Рабаданов задержан сотрудниками ФСБ по Дагестану. Его задержали утром в собственном доме, доставили в органы ФСБ. Дома и в рабочем кабинете в здании университета провели обыски. За что задержали Рабаданова, пока не сообщается. Однако, по данным источника АИФ Дагестана, Рабаданову вменяют превышение должностных полномочий во время работы на посту исполняющим обязанности мэра Махачкалы, который он занимал с июня 2013 по апрель 2014 года. Налоговые сборы увеличены в Дагестане. За полгода они возросли на 2,5 млрд. рублей. Так, в первом полугодии 2019 года налоговыми органами Республики в бюджетную систему РФ мобилизовано 30 млрд. рублей. Поступления же в бюджет Республики Дагестан составили 15 млрд. Из них в бюджеты муниципальных районов и городских округов – 4 млрд. рублей. Дагестанским почтальонам повысят зарплату. Об этом сообщил директор республиканского филиала Почты России Махач Магомедов. По его словам, зарплата увеличится более чем у 2,5 тысяч работников. В их числе почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений и их заместители. Повышение планируется в среднем на 20%. Напомним, программа предполагает поэтапную реализацию. Первый этап стартовал в мае текущего года в 17 регионах страны. Республика Дагестан включена во второй этап, который стартует в ноябре. Мастер-план Дзербента разрабатывали на заседании Общественного совета открытого международного конкурса. То, как город должен выглядеть и кто будет заниматься разработкой плана, обсуждали представители общественности республики в сфере политики, экономики, культуры, спорта и религии. В этом конкурсе мы получили возможность собрать мнение и получить оценку от тех людей, которые представляют сегодня жителей городского округа Дербент. Тех, кто, собственно, принимает решение каждый день о том, как жить в нашем городе. Отметим, прием заявок на участие в конкурсе уже завершен. Несмотря на все сложные задачи, он вызвал активный отклик у архитектора во многих странах мира. На конкурс зарегистрировались 144 претендента, представляющие компании из 31 страны. Среди участников представлены компании из 10 стран. Костяк, безусловно, составили команды из России, их 45. Зарубежных экспертов почти треть от общего количества участников. Уже сегодня жюри под председательством главы республики выберет трех финалистов, которые продолжат борьбу во втором этапе конкурса. Фестиваль плова прошел в Дербенте. Царский, Ферганский, Самаркандский. Эти и другие виды этого блюда гости праздника могли бесплатно попробовать в этот день. Кроме того, лучшие повара показали мастер-классы по готовке, ознакомили с оригинальными рецептами блюда, а также рассказали об истории и старых секретах кулинаров древнейшего города страны. Состав плова входят изюм, курага, алыча, сухофрукты. Лизгинский плов аж – это королева стола. Посетил мероприятие и глава города Хизри Абакаров. Он отметил, что фестиваль плова в Дербенте теперь уже станет традиционным праздником. Теперь я понял, почему все, кто приезжал за его в Дербенте, оставались здесь и брали в жены дербентских девушек. Видно, как говорят, дорога к мужчине – это через еду. Получается, что Дербенте через плово. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и хорошего настроя. В этот день горожане отведали различные виды дербентского плова. Помимо праздничного стола они могли наблюдать и за концертными номерами. Участие в них приняли артисты республиканских и национальных театров, а также творческие коллективы города. Краткий обзор событий подготовила моя коллега Зумруд Гамидова. В горах Дагестана погиб турист из Ленинградской области. Он сорвался в обрыв высотой 40 метров. Трагедия произошла в Гунебе, когда 50-летний турист во время прогулки упал в обрыв и скончался от полученных телесных повреждений. Житель Дагестана получал пенсию из-за умершего человека. Почти пять лет житель города Кизляр, сговорившись с должностными лицами организации, осуществлявший доставку пенсии, похищал денежные средства. За это время мошенник присвоил более 600 тысяч рублей. Позже выяснилось, деньги были выделены в качестве пенсионных выплат на имя местного жителя, который умер 4 года назад. Подозреваемый в мошенничестве задержан. В России сократили перечень запрещенных для женщин профессий. Ожидается, что он вступит в силу в 2020 году. Тогда никто больше не сможет запретить женщине работать на транспорте, морском, речном, железнодорожном и даже воздушном. Уйдет ряд запретов и в химической промышленности. Тем не менее, 79 профессий по-прежнему останутся для них закрытыми. Так, женщины не смогут работать там, где необходимо поднимать и передвигать тяжести вручную и трудиться под землей. Площадку для канатоходцев построят в дагестанских огнях. Там появится пешеходная зона с малыми архитектурными формами, местами для отдыха и развлечений, площадки для детей и подростков. А рядом с цирковой школой планируется создать площадку для пехлеванов. На эти цели выделят 75 миллионов рублей. В Кизляре состоялся мадж-лист, посвященный памяти праведников. В богоугодном мероприятии приняли участие первый заместитель муфтия Дагестана Абдулла Аджималаев, имамы муниципалитетов, религиозные деятели и другие. В своих выступлениях богословы затрагивали очень важные и актуальные темы, говорили о богатом наследии алимов Дагестана. Между выступлениями религиозных деятелей звучали нашиды, а также были представлены для просмотра видеоролики из жизни праведников. Это мирное небо над нашими головами, за нее очень высоко заплатили ценой своей жизни. Люди дали, чтобы не было среди нашего общества людей с радикальными взглядами, чтобы не было людей, которые призывают к, можно сказать, уничтожению, к разобщению общества. Чтобы таковых людей, чтобы не было среди нас, эти люди дали самое дорогое. Дагестанские лучники выиграли Кубок России. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата успешно выступили на соревнованиях, которые проходили в городе Улан-Удэ. Победительницей соревнований в личном зачете стала Эльмира Басирова. Также спортсменка преуспела в смешанном командном зачете с Мухтаром Гусейновым. 220 мастеров кожаной перчатки из 22 стран. В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева стартовал 21-й по счету международный турнир по боксу в памяти видного общественного и политического деятеля Магомед Салама Умаханова. На открытии побывали мои коллеги. Слово Курбану Рагимову. Слушать команду тренера и четко следовать плану Рашид Янгазиев включается в работу с первых минут. Выходец из Дагестана уже три года живет и тренируется в Ханты-Мансийске. Он резче своего соперника и атакует чаще, что в итоге выливается в уверенную победу. После двух раундов секунданты боксера из Азербайджана отказываются от продолжения. Соперник не такой топовый боец, но для первого боя нормально продышался. Сейчас буду как раз по ступенечкам нормально. Ладная пума, наоборот, как-то вдохновляет поддержки, пацаны свои все. Как у себя дома чувствую, нету такого, что вот приехал куда-то. Как у себя дома нормально. Умахановский турнир по составу один из сильнейших в стране. В свое время он дал путевку в большой спорт многим олимпийцам и чемпионам мира. География участников, как и в предыдущие годы, впечатляет. Сражаться за награды приехали спортсмены из 22 государств. Костяк сборной России составляют молодые боксеры. Здесь тренерский штаб обкатывает ближайший резерв. Отдельную команду выставили хозяева. Сборная Дагестана заявила 25 участников. Всего на кону 15 комплектов наград. Их обладатели определят 220 мужчин и женщин. Всегда умахановский турнир он проходил достаточно на серьезном уровне. И у нас не было очень много победителей всегда. Всегда мы как-то их разбавляли иностранные представители. Здесь будет многое зависит от настроя и вообще от фортуны. Ну, конечно, мы предложим все усилия, чтобы наши боксеры отбоксировали хорошо. О богатой истории и значимости этого турнира говорили на официальном открытии. Здесь со словами приветствия выступили представители власти, федерации бокса, а также родственники семьи Умахановых. Турнир продлится в течение еще пяти дней. Финальные поединки намечены на 3 августа. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях и на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»